Россия и Татарстан устремлены в будущее, Россия мировая держава, Татарстан регион ливер в России, Татарстан это седьмое место по региональному продукту, пятое место по росту промышленности, третье по инвестициям. У нас подготовлена программа развития до 2030 года и этот прыжок парса никому не остановить, ни к кризису, ни к каким-то внешним угрозам. Главный рецепт развития экономики это конечно желание работать, замещать импорт, наращивать экспорт, но главное вот за валом внутренним продуктом на душу населения не забывать, собственно говоря, про саму душу, про человеческий капитал. Я считаю, что в теме дебатов человеческий капитал это главная точка роста. Какие здесь три характерных явления хотела отметить? Первое. Нам должно быть больше. Вот в этом году впервые за 22 года мы фиксируем превышение рождаемости на смерть. Татарстан уже пятый год подряд. Второе. Помимо того, что у нас должно быть больше, мы должны жить дольше. И у нас средняя продолжительность жизни в этом году рекордная сфиксирована. 71,5 года. Татарстан уже 72,5 года. Это все результат наших вложений в здравоохранение, результат возвития нашей медицины. И третье. Мы должны жить лучше. Коммунисты хотели, чтобы не было богатых, а мы хотим, чтобы не было бедных. И в этой связи мы наращивали наши социальные обязательства. Только за последние пять лет на 40% мы нарастили свои социальные обязательства. Мы ликвидируем и будем ликвидировать дальше разницу между бедными и богатыми. Татарстан и Россия устремлены в будущее. И это будущее мы с вами будем делать вместе. А существуют ли у нас в стране предпосылки для перехода к новой модели экономического развития, которая в меньшей степени зависима от сырьевых ресурсов, от сырьевой базы? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Включаем. Включаем. Да, включаем рукафон. Включаем. Спасибо большое за вопрос в группе поддержки моего коллеги. Я думаю, что у нас здесь все условно для того, чтобы диверсифицировать нашу экономику. У нас в структуре российской экономики 49% это нефтегазовый доход. И в этом смысле структура экономики Татарстана, она гораздо более диверсифицированная. 26% является нефтегазовым. И, конечно же, нам надо в этой связи делать то, что мы делаем. Развивать кластеры, развивать инновационные кластеры, промышленные кластеры. Развивать промышленность, развивать не только нефтегазовую переработку, но и найти индустрию. И, конечно, здесь все равно не обойтись без того, чтобы необходимо укреплять человеческий капитал. Нужно строить новые больницы. Нужно адаптировать окружающую среду для инвалидов. Многое сделано. Вы знаете, у нас за последние годы в Татарстане построено 30 новых больниц. 50 фейшерских обученствов. У нас появился центр ядерной медицины. 11 миллиардов рублей можно на здравоохранение. Это и есть укрепление человеческого капитала. Благодаря ему мы стали, как я уже сказал, в своем вступительном слое, жить дольше. Реальная продолжительность жизни увеличилась. И никогда в истории советской, не в истории до советской, у нас не было такого продолжительности. Мы адаптируем все слои населения от нашей жизни. Вот программа «Доступная следа». Почти 2,5 миллиарда направлено на то, чтобы адаптировать объекты различной социальной инфраструктуры к жизни инвалидов. Это теста школ, это не только входные группы, это и лифты, это возможности развивать. Это о чем мы говорим? О том, что развивая человеческий капитал, мы создаем такие драйвер роста, которые называются «драйверы опережающего развития». Мало формировать саму экономику, важно формировать, мало формировать саму производство, важно формировать тот, кто этим производством будет заниматься, тот, кто будет его дальше развивать. И в этом смысле, конечно, упор у нас сделан и будет дальше отделаться на вот этот фактор. Ну и, конечно, любая диверсификация экономики невозможна без развития малого и среднего бизнеса. Вот у нас, если посмотреть структуру нашего регионального продукта, это 1,8 триллиона. То третье – это малый и средний бизнес. Я вижу, да. Тридциссер. То есть, если сравнивать ее с российской, она гораздо меньше. Поэтому подходы такие. Развиваем человеческий капитал, диверсифицируем экономию и вкладываем больше средств в развитие малого и среднего бизнеса. Это и есть критерия. Раздельная оплата за ЖКХ, непосредственная оплата в РСО. Вот год прошел, что сделано? Спасибо. Вопрос по летам? По летам, не всем по летам. Нет, ну, мне по летам, я, конечно, немножечко не вти не по теме, но все, что касается ЖКХ, я готов брать и отвечать. Я так понимаю, что вы имеете в виду прямые договоры, которые можно заключать между собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающими организациями. Такая практика есть, в том числе и в Татарстане у нас. Правда, это не небольшое количество договоров, но оно существует. Наша задача заключалась в том, что, реализуя дорожную карту по различным коммунальному хозяйству, сделать удобным использование услуг ЖКХ для, прежде всего, для собственников. Потому что мы исходим из того, что вот в этом треугольнике ресурсоснабжающей организации, управляющей компанией и собственниками самыми защищенными являются собственниками. И поэтому мы последовательно в личном кодексе усиливаем компетенцию и полномочия собственника. Наполняем дополнительными полномочиями компетенцию советованного квартирного дома, даем возможность блокировать какие-то решения. И с решением общего собрания жильцов на квартирного дома сейчас можно принять по большому счету любое решение. И на прямой договор перейти, и управляющую компанию сменить, и определиться с моделью накопления средств на капитальный ремонт. Вот только собственники наши пассивны. И наша задача в том, чтобы их мотивировать, участие в управлении собственным домом просвещать, ликвидировать жилищную безграбельность. В законе мы, конечно, пропишем. У нас есть сейчас законопроект, он внесен, в том числе, за моим авторством, о том, чтобы прямые договоры повсеместно использовались. Но, уверяю вас, позиция, например, нашей республики заключается в том, что полномочия в сфере ЖКХ должны больше реализовываться самим субъектом. И по Конституции это предмет совместного ведения Российской Федерации субъектов. А у нас, несмотря на то, что финансирование ЖКХ в основном лежит на плечах субъекта нашей республики, правила устанавливаются в федеральной норме. Поэтому я сторонник того, чтобы в жилищном кодексе везде было, если законы о субъекте не установлено его. Если законы о субъекте не установлено его. Я эту позицию на протяжении пяти лет отстаиваю. И в сфере ЖКХ, в сфере жилищной политики, я вас уверяю, по всем законам, которые мы рассматривали, нам удалось добиться того, чтобы татарстанская позиция была там определена в качестве опции. Такое, которое я сказал. Здесь будет то же самое. Мы пропишем, конечно, наличие и возможности заключать прямые договоры. Но оставим оговоры, что если субъект хочет, он будет делать на другом. А у нас уже практика отклажена и заключение, и работа с управляющими компаниями. Эта практика приносит свои конкретные результаты. Мы собираем больше всех в стране. 99%. Поэтому я не думаю, что здесь каким образом нужно системно менять что-то. А законодательное решение будет.